Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, в День памяти великомученицы Варвары, за богослужением мы слышим отрывок из Евангелия от Марка, глава 5, стихи с 24 по 34, а также рядовое Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 32 по 40. Послушаем это евангельское изначало в прочтении Иеродиакона Александра. «Речи Господь! Не бойся, малое стадо, як облагоизволе Отец ваш дать вам царство. Продадите имение ваше и дадите милостыню. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудеемо на небесех, и где же тать не приближается, ни моль растлевает. И где же боисть сокровище ваше, ту и сердце ваше будет. «Да будут чресла ваша припоясана и светильницы горящие. И вы подобне человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брак, да пришедшу и толкнувшу, обе отверзут ему. Блажение рабите, их же пришед Господь обрящет бдяще. Аминь, глаголе вам, якоприпояшится и посадит их, и минув послужит им. И ащи придет во вторую стражу, либо в третью стражу приидет, и обрящет их таку, блажение суть рабитии. Все же видите, як ащи бы ведал господин храмин, и в кий час стать приидет, бдел у бабы, и не бы дал подкопать и дома своего. И вы уба будете готови, яковон же час не мните, сын человеческий приидет. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дам, когда придет час и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшет и посадит их, и подходя станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы, и не допустил бы подкопать свой дом. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. В данном евангельском отрывке, дорогие братья и сестры, Господь обращается к апостолам с поучением об истинном богатстве, призывая их к духовному бодрствованию. Проповедуя своим ученикам, Спаситель говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Зачастую люди боятся неизвестности. Христос же, в свою очередь, убеждает своих учеников не иметь страха перед ведущими и неизвестными событиями. Так, милостивый Отец, Господин будущего века, премудро заботится о них. Не зря Господь называет своих учеников малым стадом. Они не многочисленны, не богаты, не имеют влияния в обществе, более того, уязвимы, так как находятся на виду, противопоставляясь остальному миру. Как малое стадо овец, стаи волков. Во Христе же Бог уже благоволит к апостолам. Он уже открывает им свое Царство. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню», призывает Господь. Главной же целью жизни человека является Царство Божие. Именно в нем ученики Христовы должны полагать свое богатство, а не в материальных ценностях этого мира. Христос предлагает каждому человеку иметь кошелек, который не знает износа, собирать сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Александр Павлович Лопухин так объясняет слова Спасителя. «Старайтесь приобрести себе небесное сокровище», то есть вход в славное Царство Христово. Однако нельзя думать, что это будет достигнуто одним раздаянием своего имения бедным или одной милостыней. Милостыня – раздача своего имения, только освободя человека от препятствия, каким богатство является для человека, который стремится к приобретению Царства Небесного. Но кроме этого, ищущий такого Царства должен приложить все свои силы к достижению поставленной им цели. Именно поэтому Господь призывает апостолов к духовному бодрствованию, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи». Иными словами, будьте всегда собраны и готовы в любой час, дня и ночи послужить Богу своими трудами. Далее Господь произносит притчу о бодрствующих рабах и внезапном возвращении домой Господина. Она являет пример ученикам быть такими, как хорошие слуги, которые ждут своего хозяина домой после пиршества, чтобы ему не пришлось дожидаться у дверей, пока те не проснутся и встанут. Эта маленькая притча обещает таким слугам великую поразительную награду. «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Блаженный Феофилакт поясняет. «Добрых рабов он полагает на ложе, то есть во всем успокаивает. Ибо как лежащий на ложе все тело успокаивает, так и в будущее пришествие все святые будут упокоены во всех отношениях. Здесь они не находят отдохновения для тела, а там вместе с душами и тела их, наследовав нетление, будут наслаждаться совершенным покоем. Господь станет служить достойным рабам воздавая им равное. Как они служили ему, так и он послужит им, предлагая им изобильную трапезу и подавая наслаждение духовными дарованиями. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Данные слова Спасителя являются неким итогом притчи. Христианин должен бодрствовать, так как время нашей встречи со Христом неизвестно. Нам, дорогие братья и сестры, открыта удивительная тайна. Если на протяжении нашей жизни мы будем собраны, если наша вера и желание творить дела милосердия и любви будут гореть в наших сердцах огнем неугасимых светильников, то благоволением Отца Небесного нам будет даровано наследство Царствия Божия. Главное, не бояться быть частью малого стада Христова. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok